Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа на Пионерском проспекте 257 И. И сегодня мы с вами посмотрим гостевой дом в 50 метрах от моря с очень привлекательной ценой, со своим бассейном, столовой. Да, шашвычок вам пожарит мужичок. Так что, друзья, приятного просмотра и начнем мы, конечно же, с парковки. Есть у гостиницы Фараон своя парковка, закрываемая для ваших машин. Адрес, как я сказал, 257 И, Пионерский проспект от бывшей территории Северного Сияния. Номера телефонов вы уже можете увидеть напрямую. И давайте расскажем немножко про территорию. Есть места для отдыха. Здесь функционирует столовая и кафе. Сейчас работает в режиме кафе заказного меню. Можете все заказать покушать, а вечером посидеть под музычку, насладиться вкусным шашлычком. Также есть бар, в котором можете приобрести нужные вам напитки. На входе есть ногомойка, чтобы сполоснуть ноги. Ведь море очень рядом и песок с вас не успеет даже осыпаться. На территории гостевого дома есть вот такой вот детский комплекс с качелькой, горкой. Ну и, конечно же, такая вот качелька для родителей. То есть, пока родители кушают, детки смогут немножечко здесь развлечься, чтобы им не было скучно. Наверное, обзор надо было начинать отсюда. Мы стоим на крыше. Здесь есть бассейн. Есть вот такая вот замечательная зона отдыха с теневыми навесами, столиками можно посидеть, отдохнуть и посмотреть, насколько близко море. Прям рукой подать буквально в трех-четырех гостиницах от нас. Вот бассейн где-то метр сорок, метр пятьдесят глубиной. Водичка фильтруется. В бассейне теплое, на солнышке постоянно находится. Есть своя качелька, на которой можно посидеть. И также есть душ и туалет, чтобы вам не бегать никуда вниз. Посмотрим сам гостевой дом. Прям шикарная лестница ведет к нему. Глядите, ребятки. На входе нас встречает вот такой вот рецепшн. То есть место для ожидания. Вся территория полностью находится под видеонаблюдением. То есть можете чувствовать себя в безопасности. Это сокольный этаж. Здесь вы можете увидеть номер. Очень светлый. Место для того, чтобы повесить ваши вещи. Есть место для хранения. Шкафчик выглядит вот так вот. Есть сейф в каждом номере. Кроватки можете увидеть. Здесь три. Кровать можно раздвинуть и сделать этот номер для троих. Допустим, вместе приехавших ребят или девчат, чтобы отдыхать поудобнее. Есть телевизор, Wi-Fi в каждом номере. Также имеется холодильник. Окошко у нас сверху. Оно открывается. Можно проветривать. И давайте я вам покажу санузел. Санузел выглядит вот так. Тоже все в двух тонах. Плиточка обложенная. Есть вытяжка. Душевая кабинка. Очень, очень симпатичная, могу сказать. Здесь есть раковина, зеркальце. Девочки, если вам нужен фен, по требованию вам его также предоставят. Так что с собой везти не обязательно. То есть номер хороший. Стульчики, то есть посидеть, отдохнуть. Сейчас вы можете сюда приехать за 2500 рублей. Это 830 рублей с человека. Вот так вот выглядит размещение, если мы раздвигаем кроватки и получаем номер на троих. Коридоры очень красиво выглядят. Плиточки. По бокам у нас венецианка. То есть все очень симпатично. Из гостевого дома у нас есть еще боковой выход. И тоже вот для вас стоят столики. Чтобы можно было комфортно отдыхать под довесом. Вот так вот выглядит лестница. То есть ступеньки очень комфортные. Монога становится полностью. И очень маленький приступок. Мы поднялись на первый этаж. Здесь номера без балконов. Немножко дороже. Допустим, сейчас мы будем смотреть трехместный номер. Здесь его можно снять сейчас за 3000 рублей. Место для того, чтобы вещи развесить ваши. Вот так выглядит место хранения. Как я и говорил, в каждом номере есть сейф. Подушки, полотенца, дополнительные покрывала. Помните, что если вам чего-то не хватает, вы всегда можете попросить. И вам это предоставят. Допустим, мы видим здесь три кроватки. Балкончика нет. Большущее окошко. Телевизор, пожалуйста. Чайник имеется. Сплит-система. Барашки. То есть, ну, все, что надо для вашего удобства. Весь рост зеркала. Так выглядит санузел. Зеркальце, раковина, унитаз. Симпатично сделано место, чтобы повесить ваши полотенчики. Смотрим с вами еще один номер. Здесь все по карточкам на свет включается во всех номерах. И он очень просторный. Здесь три кроватки. И дополнительное место, кресло. Есть место, где повесить ваши вещи. Такой вот шкафчик. Тоже с наполнением, сейфами. То есть, ну, везде все стандартно. Будуарный столик. В каждом из столиков, друзья, если я не показываю, там, знаете, есть холодильник. То есть, в номерах во всех телевизор, кондиционер. Сами кровати, как вы помните, можно раздвинуть, если надо. Ну, либо попросить сразу номер раздвинуть. Потому что здесь я смотрю, что матрас такой двухспальный. И раскладывающийся кресло. Можно, конечно, его заменить на кровать. Ну, хозяева говорят, что займет туда очень много места. И лучше, когда вот в таком формате. Потому что заходит действительно очень просторный номер. Вы обязательно напишите ваши комментарии, как вам. Так. Санузел в этом номере выглядит. Вот так вот тоже. Поддончик вниз выполнен. Зеркальце. Классное решение. Я прям, честно, в восторге. И причем санузлы, я вам хочу сказать, что это довольно-таки просторно. То есть, места здесь предостаточно. На каждом этаже есть гладильная доска и утюг. На втором и третьем этажах есть балкончик со стульчиками. Можно вечером выйти. С него вот видно парковочку, дюны, море. Сейчас мы с вами посмотрим номер студии для четверых. В данный момент времени ее можно снять за 4500 рублей. Так, что вставляем карточку. У нас включается вся электрика. Место для того, чтобы повесить вещи. Чкафчик с сейфом, с плечиками. То есть, все наполнение, которое вам надо, здесь есть. На входе зеркало в полный рост. И санузел. Санузел здесь тоже, вот как мне понравился. Очень угловой такой, с углублением вниз. Траклина, зеркало. Унутрь кроватки вы можете увидеть. Здесь одна спальная, двухспальная. Есть бодуарный столик, но он без холодильника. Холодильник стоит в другом месте. Здесь есть телевизор, сплит-система, бра висят. И можете увидеть, что здесь панорамное остекление. Выглядит просто фантастически. Зашел такой прям вау. Вид, если не надо вам, зашторились. Здесь еще одно дополнительное место. Раскладывающееся кресло. Есть холодильник. И вот зона для приготовления пищи. Оборудовано чайником, микроволновой печой. И, конечно же, есть, собственно, раковина. Отсюда, можно сказать, подкрывается вид на море, на наш пляж. Выглядит это симпатично. Столик для того, чтобы можно было покушать. А также в номере есть свой балкон, на котором можно выйти поотдыхать. И подчилить, как говорят сейчас молодежь. Место для того, чтобы повесить свои вещи. Место для того, чтобы посидеть со столиком. То есть, здесь курортный сектор. Также рядышком вокруг нас расположены одни гостиницы. Сейчас мы посмотрим с вами номер студию на троих. Снять ее сейчас можно за 4200 рублей. Все также по карточкам. Место для того, чтобы повесить ваши вещи. Шкафчик с плечиками и сейфом. Также зеркало во весь рост. То есть, наполнение, в принципе, одинаковое, симпатичное. Смотрится все очень классно. Такой вот санузел. Раковина, унитаз, душевая и зеркальце. Кроватки у нас стоят здесь с левой стороны. Односпальная, двухспальная. Есть брашки, кондиционер, столик бодуарный, столик обеденный. И, конечно же, зона для приготовления пищи. Холодильник, чайник, микроволновка и водичка. Все работает. Также в номере есть свой балкон. Давайте посмотрим, как он выглядит. Выходим на балкон. Столик, стульчики. Место для того, чтобы посушить ваши вещи. Сейчас мы с вами посмотрим четырехместный номер. Здесь стоимость размещения 3800 рублей. Вот этот номер с балконом. Тот, который мы смотрели без балкона, у него 3500. Есть и такой же, но на цокольном этаже будет за 3000. В данный момент времени. Широкий коридор. Здесь есть место для того, чтобы повесить вещи. Сейф, чайник, бодуарный столик. И также санузел. Зеркальце полный рост. Санузел здесь выглядит немножечко по-другому. Формат. Такой как бы бокс для помывки. Зеркальце. Мыльные принадлежности. В принципе, все, что вам понадобится, может. То, что вы не видите, всегда можете попросить. Но что все пожелания обязательно учитываются. Здесь три кровати. Односпальная, двуспальная. И раскладывающийся диван. В каждом бодуарном столике есть свой холодильник. Балконами гордятся здесь. Потому что именно в четырешке они здесь очень большие и просторные. И здесь можно хоть, как говорится, свадьбу устраивать. То есть вот соседний там тоже четырешка. Видите, сколько много места. Сейчас мы смотрим трехместное размещение. Стоимость номера 3500 рублей в данный момент времени. Место для того, чтобы повесить вещи. Вставляем карточку, чтобы все заработало. Так вот выглядит санузел. Полностью все направление, которое вам надо. Что заметил? Я обычно прихожу, когда снимем гостиницу, везде включаю свет. Здесь, в этих номерах, я нигде не включал свет. Потому что здесь очень светло. Холодильник. Чайник. Телевизор. Кроватка у нас односпальная, двухспальная. Балкон. Со стульчиками, столиком, чтобы выйти и отдыхать. Есть место, куда повесить свои вещи. За дополнительную плату могут установить детскую кроватку. Пользоваться парковкой абсолютно бесплатно. Пользоваться бассейном бесплатно. Море рядышком. Мы сейчас с вами сходим и посмотрим. Если вы приезжаете большими компаниями или на длительный срок, вы всегда можете поговорить и сделать приятную коррекцию в ценах для вашей компании. Прямо рядышком есть детский комплекс, в который вы можете привезти своих детей. И поиграть, то есть дирекция тренировок, паровозик, касса. Пожалуйста. На улице очень много торговых площадей, на которых можно все прикупить, все возможные фрукты. И вот Пионерский проспект. Пионерский проспект это довольно-таки популярное место, на котором вы можете пробраться. Либо, допустим, доехать на маршрутке 128-й, 14-й, 114-й в сторону Анапы, где-то без пробок, минут 10-15. В сторону Витязева минут 6 прокатиться или погулять по Пионерскому проспекту. Здесь как раз-таки в левую сторону очень красивые тенистые места. Но теперь давайте от гостевого дома «Фараон». Прогуляемся в сторону моря. Ну, хотя это, наверное, самый быстрый будет проход в этом году. Вот он гостевой дом «Фараон». И мы с вами пошли есть пиво, соки, воды, разнообразные товары курортного ассортимента. Продаются, то есть борька торговли идет. По тех, кто интересуется, есть здесь и платная автостоянка. По 150 рублей можно припарковаться. Ну, радует то, что очень близко море. Можете всегда посмотреть по навигатору. И мы уже возле наших бакханов из кварцевого кусочка. Пять шайков за 50 рублей, и ребята наливают водичку. Причем знакомые, им лайк ставим. Смотрите, направо можно пройти. Здесь будет речушка Можепсин, выйти туда на пляж. Либо вот по прямой, прямо рядышком мы уже с вами дошли до нашего моря, нашего пляжа. Здесь можно увидеть личную борьбу Альфа Плюс с дюнами. Сколько уже ругались и сюда кого-то только завязывали, но продолжают строить. Хотелось бы реально привести к ответу тех, кто вот так вот выдавал разрешение на строительство. Прямо на шердюнах. То есть было бы очень хорошо. То есть вокруг живописные места. Здесь можно сделать красивейшие фотографии. Пляжи здесь и муниципальные, и разных санаторий. Прямо на пляже есть продажа разных принадлежностей. Туда дальше я вижу, что есть волейбольная площадка, место для переодевания. Пляж Лагун называется. Здесь можете увидеть бар. Мороженое продают, мусорки есть. И лежачки предлагают. Прокат лежаков здесь по 400 рублей. Но зона именно отдыха здесь довольно-таки большая, непосредственно бесплатная. Поэтому переживать по этому свободу, я думаю, абсолютно не стоит. И можете посмотреть даже вот на таких отдаленных от больших скоплений отелей и пляжах. Люди присутствуют. Это очень хорошо. Хотите прям дикого отдыха, отходите влево метров сто. И получаете, ну просто ни с чем не сравниваемый, незабываемый отдых. Друзья, время съемки видео. Сегодня у нас 20.00, не поверите, 6.00. 20.22. И я хочу передать привет всем тем, кто говорил, что ну очень плохое в Анапе море. Как бы вот как-то так выглядит. О, кстати, водичка прогревается. Это тоже может не радовать. С детками гуляет. Красота. Здесь рак отшельника, прям развлекаются и выходят постепенно с солнышком. Так, друзья мои, что я вам хочу сказать, что я все вот, как говорится, данные вам предполагаю. То есть вы абсолютно напрямую можете звонить, узнавать, что по чем стоит и, конечно же, к нам приезжать. Прикольно так посмотреть на то, как выглядит наше море. Я всегда говорю, что есть чистейшие места. Сейчас водичка прохладная, но прогревается. И то, в принципе, ну как вы думаете, сколько? Пишите в комментариях. Сейчас я замерю и вам расскажу. Только что, вот не знаю, увидели ли вы проплыла кефалька. Получилось заснять. Там такие прям крупные экземплярчики прошли. Это рюбка, которой питаются дельфинчики. Ну и как это все великолепно выглядит. То есть пляж, люди отдыхают. Идиллия просто. Ветер сейчас ежичок, но крайне мелкий. И температура воды. Вот, ребят, я стою по колено, я не захожу глубоко. Там может быть меньше. То есть висит, смотрите, 20 и 7. Вот такая температура воды. Будет теплее к вечеру 100%. Ну я бы сейчас уже занырнул. Жалко идти надо на трансляцию, потому что меня там вы ждете. Ну и здесь я очень прошу, пожалуйста, поддержите лайком, репостом наш видеосюжет. И пускай все будет хорошо и непросто, как говорится, нашим хейтерам. А море чисто есть всегда. Искренне от души хорошего отдыха. Азаровский Юрий сегодня с вами гулял и для вас полезную информацию снимал. Надеюсь, отблагодарите своими действиями. Всего лишь три кнопочки. Лайк, репост и комментарий. Все. Пока-пока, ребята. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...